Когда своего интеллекта не хватает, можно воспользоваться искусственным. Ребята, всем привет! Особенно привет всем тем, у кого Samsung. Теперь Galaxy S24 покупать точно нету никакого смысла, потому что все его фишки с искусственным интеллектом переехали в Galaxy S23 линейку, а скоро переедут в S22 и во все другие смартфоны Samsung. Samsung, просто заходите и частенько проверяйте обновления, друзья. Вот, пожалуйста, заходим и как мы видим Galaxy Ae уже здесь, то есть уже на S23 Ultra у меня и на другие линейки S23 тоже прилетело. Я думаю, что буквально месяц какой-нибудь и будет на S22, потом S21 и так далее. Поехало, пошло. Ну что ж, я вот специально остановил загрузку. Сейчас мы возобновим ее, чтобы мы это с вами все сделали вместе. Итак, что здесь у нас? Узнавайте о новых возможностях творчества, общения, а также о множестве других функций. Нажимаем все изменения. В принципе, я думаю, вы уже в курсе, какие фишки здесь будут, потому что Galaxy S24 трещал на всю страну. Значит, мгновенный поиск любого объекта в отражении экрана. Перевод телефонных звонков в реальном времени, перевод личных бесед, перевод текста на фотографиях, табличках, перевод веб-страницы и составление краткого резюме, заметки у меня, значит, проще, автоматический перевод голосовых записей в текст. Прикольно, да? Большинство возможностей с клавиатурой Samsung. Честно скажу, ненавижу клавиатуру Samsung. Я пользуюсь клавиатурой Google, и поэтому, например, те же обновления с клавиатурой Samsung, они меня вообще не волнуют, потому что... Ну, я не пользуюсь их клавиатурой, она для меня неудобна. Вдохните новую жизнь фотографии, создавая уникальные обои с помощью искусственного интеллекта. Прикольно. Настройки интеллектуальных инструментов. Только вы решаете, какие функции использовать, каким образом будет происходить обработка ваших данных. Создавая настоящие шедевры, без усилий копируйте участки одних изображений, вставляйте их в другие. О, господи, да вообще офигеть сколько тут. Видели? Я себя сейчас читал, это минут 20 бы заняло. Обновление весит очень много, 3110 мегабайт. Все, что нам остается, ребят, это подождать и обновить телефон, посмотреть, что здесь изменится. Ну, чтобы вы понимали, телефон останется точно таким же, как он есть. Единственное, если мы зайдем в настройки, в разделе вот где-то дополнительно. Вот здесь вот. Здесь появится функция отдельная кнопочка, скажем так, AI. Вот и все. Ладненько, ждем и посмотрим, что будет. Обновление готово к установке, друзья. Вот оно. Осталось нажать только одну кнопку и все готово. Идет обновление, я чувствую, оно будет идти очень долго, потому что больше 3 гигабайт весит прошивка. Скорее всего, минут 10-15 будет обновляться. Ну что, добро пожаловать в OneUI 6.1. Нажимаем обзор. И телефон нам рассказывает о новых функциях. Итак, весь основной упор функции Galaxy AI падает на функцию телефон, на клавиатуру, на переводчик, на Samsung Note, звукозапись, браузер Samsung и фоторедактор. То есть, все вот эти крутые функции находятся вот в этих разделах. Если вы будете пользоваться сторонней звонилкой, это все не будет работать. Если вы будете пользоваться, как я, Google клавиатурой, все эти искусственные интеллекты будут бесполезны. Если вы не будете пользоваться переводчиком от Samsung, а не как я, например, Google переводчиком, то все эти функции будут бесполезны. Если вы не будете пользоваться Samsung браузером, я лично им никогда не пользовался, всегда пользуюсь Google хромом. Опять же, все эти функции будут бесполезны. К сожалению, лично для меня, я не скажу сейчас за всех, но 90% вот этих всех функций, которые появились в OneUI 6.1, они абсолютно бесполезны. Я, скорее всего, этим не буду пользоваться. Будете ли вы пользоваться, обязательно напишите в комментариях, друзья. Пока что, как мы видим, как я и говорил, все, как в 6.1, ничего не изменилось вообще. Единственное изменение находится в разделе дополнительно. Сейчас мы зайдем сюда. Вот, видите, дополнительные функции, появилась надпись AI функции. И здесь отдельная вкладка AI. Ну все, теперь здесь мы можем управлять всеми этими AI функциями, включать их, выключать. И многие из этих функций нужно скачивать, друзья мои. Давайте зайдем в телефон. Смотрите, вот, например, эту функцию надо включить. И теперь у нас будет автоматический перевод языка с английского на, например... Вот мы звоним с вами какому-нибудь англичанину. Хотим поговорить на русском. Конечно же, мы не сможем поговорить, потому что корейцы молодцы. Присоединились к... Санкциям и русский язык не стали добавлять. Молодцы. Добавили какой язык? Итальянский, корейский, немецкий, польский. Вот они польский язык добавили, тайский язык добавили. Но не добавили русский язык, на котором разговаривает, не знаю, 300-400 миллионов человек. Молодцы. Поэтому я же говорю, эти функции в основном... Еще и скачать их надо, они будут бесполезны. Что дальше? Клавиатура. Ну, блин, ребята, это, конечно, круто, но я ими вообще не пользуюсь. У меня Google клавиатура, поэтому абсолютно бесполезная функция для меня. Языковые пакеты для перевода. Даже тут русского языка нет. Ребят, все эти функции получаются абсолютно бесполезны, потому что... Ну, нет русского языка. Единственное, чем бедный русскоязычный народ может пользоваться, это возможностями фоторедактора. И то здесь такие фишки, что, типа, знаете, перенести изображение, ну, человека с изображения и так далее. Не знаю, давайте попробуем. Зайдем в галерею. Выберем какую-нибудь фоточку. А, ну вот. Окей. И что мы можем сделать? Нажимаем вот на карандаш. И появилась та самая заветная кнопка «Искусственный интеллект». Нажимаем на нее. Коснитесь объектов, которые нужно переместить, удалить или объединить их. Вот, собственно, и все функции фоторедактора. Берем. И... Не знаю, например. А, размер нельзя уменьшить? Можно. Так, ну, окей, переместил. Что дальше? А здесь след остался, да? Сгенерировать. Короче, бесполезные, если честно, эти функции. Ну, как бы, есть и хорошо, да? Кто-то может будет пользоваться, но, как вы поняли, ребят, ничего особого интересного не появилось. Поэтому я не знаю вообще тех людей, не понимаю тех людей, кто побежал покупать Galaxy S24, когда они его презентовали с этими фишками. Ну, абсолютно бесполезная для меня функция. Смотрите, видели? Зажимаешь кнопку, вот эту полоску. Чтобы начать поиск, обведите нужную область, выделите ее, нажмите на нее. Смотрите, короче, какая фишка. Обводим. Ну, окей, не здесь. Давайте, смотрите, короче, заходим в галерею. Вот. Вот, мы с вами увидели зубную щетку. Мы такие, блин, какая красивая. Нажимаем. Выделяем этот объект. И, короче, он его ищет в гугле. Вот, пожалуйста, пошел. Видели? Ну, короче, такая функция. Ну, нормальная, наверное, да? Неплохо. Вот это, наверное, одна из полезных функций, которые есть в этих... Среди этих обновлений. Конечно, когда появится русский язык, это будет куда интереснее. Это будет действительно интересно. Можно будет пользоваться. Ну, а пока это все так, чисто побаловаться. Ну, ладно, ребят. Всем спасибо за внимание. Пишите ваше мнение в комментариях. Пока.